Проект федерального бюджета России на ближайшие три года сегодня внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно основным параметрам документа, к 2019 году внутренний валовый продукт вырастет почти до 99 трлн рублей. Доходы в следующем году составят почти 13,5 трлн рублей, а к 2019 году эта цифра существенно вырастет. При подготовке итогового документа исходили из устойчивой цены на нефть в 40 долларов США за баррель. Предполагается, что расходы к 2019 году сократятся почти до 15,9 трлн. То же касается дефицита, он уменьшится почти до 1 трлн рублей. Основная поддержка будет оказана сферам здравоохранения и социальной политики, а также оборонной промышленности. Ожидается, что документ рассмотрят на заседании Госдумы 18 ноября. По тексту бюджета уже высказались представители политических партий. Наша главная задача – это полное выполнение социальных обязательств, это безусловное финансовое обеспечение приоритетных проектов и это обеспечение точек роста экономики. Некоторые представители политических фракций считают, что правительству стоит увеличить расходы на социальную поддержку населения. В частности, направить дополнительное финансирование в сферу здравоохранения и сделать доступнее жилищно-коммунальные услуги. Социально ориентированно. Нельзя за счет народа латать дыры в бюджете. Это главный принцип. Если этого в предложенном документе не будет предусмотрена защита прав граждан, социальная защита, то мы будем вносить поправки и вносить альтернативный бюджет. Наша фракция считает, что этот бюджет антисоциальный. Он не решает те самые вопросы, которые поставлены в послании президента во всех предыдущих годах. Главное, бюджет, мы считаем, не решает проблему бедности. Расходы будут больше. Больше, чем на 2 триллиона. При этом, как бы идя навстречу пожеланиям некоторых экономистов, сокращаются военные расходы частично. И не сокращаются, а увеличиваются здравоохранение, образование, культура, спорт.